приветствую вас друзья с вами варчик и у меня очень важная новость которая может сильно повлиять на игру уже в ближайшем будущем уже буквально с 1 июня вступит в силу в нашей замечательной игре world of tanks новое условие которое может повлиять на многие части нашей игры я плотнее начал следить за новостями world of tanks поскольку решил что буду делать для вас видосики в которых буду рассказывать эти новости и свое мнение по поводу этого и так о чем идет речь разработчики онлайн игры world of tanks обновили условия пользовательского соглашения то есть уже обновили из 1 июня 2022 года это буквально через неделю выйдет новый патч в этот же день 1 июня у нас в ру регионе и вместе с этим грубо говоря он уже вступит в силу игрокам запрещается участвовать в танковых баталиях если они находятся в состоянии алкогольного опьянения звучит конечно странно смешно непонятно сразу возникают вопросы а как это будет контролироваться чем не в компьютер дунуть многие задумались типа я все равно играю трезвый допустим меня это никак не касается но на самом деле даже вас это скорее всего может коснуться и в этом видосе я вам объясню почему но давайте дочитаем эту новость до конца к сожалению некоторые люди после употребления даже небольшого количества алкоголя начинают вести себя неадекватно мы провели исследование выяснили что каждый второй кто использовал ненормативную лексику при общении в текстовом или голосовом чате был нетрезвым я не говорю о том что пьяный человек не может нормально играть и принимать осмысленные решения о продаже или покупке игровой техники и об этом заявил технический директор компании варгейминг павел голубев онлайн освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения будут проходить не все игроки специально разработана нейросеть будет в режиме реального времени анализировать поведение танкистов в случае возникновения подозрений что конкретный игрок находится в нетрезвом состоянии он будет временно заблокирован и ему будет предложено пройти тест как отмечено в компании тестирование не займет более 5 минут а его эффективность превышает 90 процентов если в ходе освидетельствования будет установлено что игрок употреблял алкоголь то он будет заблокирован на месяц случае повторного нарушения на год а если после года опять то чё опять на год на самом деле это очень серьезное заявление это очень важная новость она затронет всех если она реально будет работать уже с 1 числа следующего месяца с 1 июня то во первых как она может затронуть всех если это какая-то штука которая в онлайн времени работает то она в любом случае будет нагружать ваш компьютер насколько то раз она работает значит на что-то делает а это означает что она потребляет ресурсы компьютера вашего а если она не сильно оптимизирована или сильно много требует ресурсов то оптимизация может просесть я надеюсь что она все оптимизировано ресурсов кушает немного поскольку если оптимизация сильно просядет, то аудитория тоже может сильно просесть. Поскольку далеко не все в World of Nations играют на мощных компах. Но в любом случае, это еще непонятно, насколько оно там нагружает компьютер. Может быть на нормальных, средних или сильных компьютерах даже ничего не будет заметно. А вот на слабеньких, очень старых компах это может отразиться. Я не говорю, что так будет, но в любом случае, если логически подумать, то каким-то образом оно должно потреблять ресурсы компа, раз оно хоть что-то делает. Это первое. Второе. Если нетрезвых в рандоме реально станет меньше, это в любом случае хорошо. Возможно адекватность в бою возрастет, поскольку не сильно адекватных игроков мы с вами наблюдаем каждый день на моих стримах. И это не я. Я так по крайней мере думаю. Ну и третье. Это насколько правильно оно будет работать и вычислять пьяных танкистов. Надеюсь, что оно будет работать хорошо и правильно. Не будет банить трезвых челиков. Я честно говоря не знаю. 90% это же не 100. А на огромное количество игроков 90%. Если из них 10 неправильно, то это много людей будет недовольно, если их неправильно забанят. Допустим, из 10 тысяч, одна тысяча будет недовольна. Нытья уже будет много. 10% неправильно забаненных это что-то не то. И как она будет вычислять это, нужно будет что-то сделать, чтобы система начала вас проверять видимо. Это надо плохо играть или неадекватно играть, или с кем-то хуй соситься во взводе, или писать кому-то гадости. Круто, что я ни с кем в бою не общаюсь и помойки всякие не выписываю. Поскольку в этой новости прямо говорится, что люди там оскорбления друг другу пишут, и половина из них была пьяная. Наверное, это как-то взаимосвязано. Как ни крути, это событие зацепит всех танкистов в той или иной степени. Тут и вопросы с оптимизацией, тут и вопросы, насколько оно корректно будет и правильно вычислять нарушителей, сколько будет неправильно забаненных игроков, и насколько лучше станет от этого рандом. И еще давайте не будем забывать про игроков, которые в принципе думают, что в World of Tanks трезвым играть нельзя. Это выражение время от времени может мелькать в любом месте, где общаются про игру World of Tanks. Типа, зачем в танки заходить трезвым, только пьяным? Мне даже интересно, что из этого всего получится. Задумка вроде бы интересная, неплохая, но вопросов становится только больше. Посмотрим со следующего месяца, с первого числа, как выйдет патч, будем следить за оптимизацией, за улучшением рандома и правильными или неправильными банами. Нытье в любом случае будет, если кого-то будут банить, поскольку пьяный чел может легко сказать, что он был трезвым. Танкисты до сих пор говорят, что их за читы неправильно банят. Еще и здесь будут неправильно банить. Пишите обязательно в комментариях, что вы по этому поводу думаете. По поводу оптимизации, по поводу 90% эффективности тестирования, которое будет решать, пьяный вы или нет. Ну и конечно же, стоит ли играть в танки только пьяным, или это не так. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.